1 января – Новый год самый любимый и поистине народный праздник в России. Хотя появился он в приказном порядке. Пётр I особо распорядился сделать 1 января праздничным днём, повелев отметить так приход 18 века. А до того начало года на Руси отмечали 1 марта, затем 1 сентября. В октябре 17-го большевики решили покончить не только со старым строем, но со старым летоисчислением. Они реформировали старый режимный календарь и изъяли из него атрибуты прошлого – Рождество Христово и Новый год. По мнению большевиков, новая эра должна была начаться с того момента, когда произошла революция. Однако был найден компромисс. Они сохранили январскую дату начала года, но этот день перестал быть государственным праздником. В 1935 году Совет народных комиссаров СССР решил вернуть репрессированный праздник. Правда, чисто из экономических соображений. После бурной праздничной ночи все работают через силу. И 1 января 1936 года газета «Правда» вышла с правительственным поздравлением на первой полосе. С Новым годом, товарищи! С новыми победами под знаменем Ленина Сталина! Тогда же в честь Нового года стали устраивать утренники и балы. Анна Потагина, телевизионная служба новостей.